Телекомпания НТВ представляет. К 300-летию основания Российской империи. К 300-летию основания Санкт-Петербурга. Империя могла ведь кончиться и на одном императоре. Первом и последнем. Мол, исключительное государство держалось на воле исключительного повелителя. Вот и все. Будто нарочно, первые годы после Петра, проверка на прочность, гинастическая лихорадка, недолго на троне вдова Петра Екатерина, потом недолго внук Петр II, потом куда более стабильный женский век. Его начинают 10 лет племянницы Петра Анны и 20 лет дочери Петра Елизаветы. КОНЕЦ ФИЛЬМА Про нее вспомнили почти случайно, а вспомнив, обрадовались. Мол, она словет не умной, не амбициозной, легко подчинится чужой воле. Анна Иоанновна, дочь сводного старшего брата Петра, царя Ивана, овдовевшая герцогиня Курляндии. Этому крохотному балтийскому владению вдруг выпадает жребий сыграть особую роль в русской истории. Даже в маленькой Латвии большая часть тогдашняя Лифляндия со столицей Ригой, а Курляндия – это меньшая часть со столицей Митавой. Курляндская столица Митава – это нынешняя Елгава, город, известный нам по заводу РАВ, ну, советские микроавтобусы. Есть еще два порта – Либава и Виндава, нынешние Лиепая и Венскуф. Вообще-то Курляндия – это вассал Польши, но из-за этих двух портов за маленькое герцогство бьются Пруссия и Россия. Поэтому-то Петр и выдал сюда племянницу замуж. А герцог Курляндский, муж Анны, он вскоре умер. Она осталась единственной правительницей, ну и сидела тут. 20 лет стерегла два порта для Российской империи. Призвавшие Анну на царство члены Верховного Тайного Совета предъявили свои условия в список ограничений власти будущей императрицы. Анна поначалу вроде бы согласилась, а потом попросту порвала подписанную бумагу. Среди ограничений значилось не привозить в Россию Берона. Теперь Курляндский фаворит Анны приезжает, чтобы стать самым мрачным историческим персонажем, даже более известным, чем сама императрица Анна. Бероновщина – символ засилья временщиков иностранцев, которые из России все соки повыпили. Ломоносов о Бероне в стихах. Проклята гордость, злоба, дерзость, в чудовище одно слились. Берон – ближайший к Анне деятель. Вдова императрица, по сути, живет в семье Берона. Поговаривают, что она мать его младшего сына. Стремясь как-то оправдать присутствие фаворита при Петербургском дворе, Анна добивается, чтобы к Берону перешел оставленный ею курлянский трон. Мол, он же герцог, глава соседнего дружественного государства, и оттого с императрицей на равных. Берон по-прежнему ни на день не покидает Россию, однако на своей малой родине с размахом начинают строить сразу два дворца. Вот монограмма «Э.И. Эрнст и Аган». Здесь в Рундале летняя резиденция, в Митаве столичный дворец. В этом дворце, в самом роскошном здании на территории Латвии, теперь проводят официальные церемонии. Например, инаугурацию президента Латвии. А тогда это была главная ударная стройка Российской империи. Сюда согнали всех до единого каменщиков Петербурга. И возведением двух дворцов для одного отсутствующего правителя руководил расстрелик. Как ни спешили, дворцы не были закончены, когда Анна Яновна умерла, и Берона сослали в Сибирь. Пережив Анну, Берон переживет и Елизавету, и Сибирскую ссылку, и еще 20 с лишним лет ссылки в Ярославле, и вернется в Курляндию при Екатерине Второй. Впервые приехав сюда, наконец-то, Берон обнаружит здесь голые стены. Даже паркет из дворцов был вывезен в Россию. Берон восстановит роскошную отделку и еще 9 лет будет править Курляндией. Вот у этой стены стоял герцогский трон. Здесь Берона проклинают, как ставленника России, а в России, как воплощение той самой Бероновщины. Хотя после него иностранцев по власти империи будет, ну, никак не меньше. Берон – каналья-курляндец, демон нашего 18 века. Но это его демонизировали. Анна Яновна побаивалась русских дворян. Те же пытались лишить ее самодержавной власти. И подчас более верными оказывались иноземцы. Они-то знали, что всем обязаны императрицы. Пережив Анну, Берон переживет и Елизавету, и Сибирскую ссылку, и еще 20 с лишним лет ссылки в Ярославле, и вернется в Курляндию при Екатерине II. Впервые приехав сюда, наконец-то, Берон обнаружит здесь голые стены. Даже паркет из дворцов был вывезен в Россию. Берон восстановит роскошную отделку и еще 9 лет будет править Курляндией. Вот у этой стены стоял герцогский трон. Здесь Берона проклинают, как ставленника России, а в России, как воплощение той самой Бероновщины. Хотя после него иностранцев по власти империи будет, ну, никак не меньше. Берон – каналья-курляндец, демон нашего 18 века, но это его демонизировали. Анна Иоанновна побаивалась русских дворян, те же пытались лишить ее самодержавной власти, и подчас более верными оказывались иноземцы. Они-то знали, что всем обязаны императрицы, и что если ее не будет, то и с ними тут же расправятся. Пушкин о Бероне. Он имел несчастье быть немцем. На него свалили весь ужас царствования Анны, которое было в духе его времени. Впрочем, он имел великие таланты. Могущественный фаворит Берон слыл страстным лошадникам. Он действительно был знатокому любителям. Он приохотил к своему увлечению императрицу Анну Иоанновну, несмотря на ее тучность. Именно ужасный Эрнст Иоганн Берон фактически основатель русского коневодства. После Северной войны конное хозяйство совершенно расстроено. Даже в придворных конюшнях лошадей не хватает. Во времена, когда весь транспорт гужевой, когда мощность любых механизмов – это буквально лошадиные силы, а вся мобильная армия – это кавалерия, кони и коневодство – важнейший стратегический фактор, а не просто там барская забава, как можно подумать сегодня. В 18 веке кони и коневодство – это то, что ныне все автомобилестроение, вся авиация и гражданские военные самолеты, локомотивы для железных дорог, для вооруженных сил, танки, БТРы, БМП, тягачи для пушек – это спорт. И не только нынешние велосипеды для дворянства. Это вообще единственная физическая нагрузка, единственные тренажеры. Это машиностроение для сельского хозяйства, комбайны и трактора. Вот шесть пунктов и кони, каждый пункт этого списка. И все пункты вместе взяты. Из указа Анны Иоанновны, 1732 год. Чтобы без покупки чужестранных лошадей своими добрыми лошадьми удовольствовать. Но и поправив конное дело, воюют при Анне крайне неудачно. Враждует с Польшей, возводя на варшавский трон саксонского курфюрста. Редкой силы пример бессмысленной внешней политики, никак не связанной с задачами страны. Русские сажают саксонца на шею украинцам и белорусам. Чтобы стать, наконец, черноморской державой, положили уйму солдат и потратили миллионы рублей на новую войну с Турцией. После всех потерь и побед потребовали себе земли от Кубани до Дуная, включая Крым.